так друзья еще один ролик посвящен вентиляции в гараже вот у меня такой гаражик он видите у соседей вентиляция вон над козырьком выходят две трубы тут так интересно сделано что в каждом гараже но не возле дверей а в конце дверей две такие вот дырочки что в одной у меня труба другой дырка и она идет вот так вот по всей крыше и выходит туда но суть не в этом здесь как бы все было бы хорошо но видите вот труба стоит значит есть еще в этом гараже подвал труба кстати просто канализационная там я замазал и вот она идет вниз в подвал значит как же сделать вентиляцию в подвале там тоже было две ну соответственно дырки одну дырку здесь блок полметровый я дрочился с помощью греет дрели и длинная его ну такого на 1 сантиметров 60 бура просверлил все-таки добил эту дырку сделал так это для того чтобы заходил холодный воздух снизу ну а вот эта высокая труба для того чтобы выходил горячий воздух дальше значит причем она тут работает как конвертер то есть крыши в самой воздух нагревается постоянно ну и соответственно создается тяга то есть движение идет постоянно но есть проблема еще кроме того что это все как бы ну должно заработать и заработала я себе заказала такую дверь за пятерочку ну по размерам там все как надо фирма для чего пойдем смотреть спускаемся вниз наш подвал вот у нас погреб он тут из двух комнат состоит соответственно эта комната где лестница останется а вот эта комната из нее мы сделали погреб вот здесь все стоит там ручок картошка закатки вон эти две дырки которые здесь довольно прохладно но чтобы было вообще все как надо по феншую вот этот проход я закрою вот вот дверью специально заказывал металлопластиковую вот эту вот дверь для того чтобы было было глухо чтобы воздух ворота вот эти сами они нагреваются особенно утром у них прям светит солнце здесь такое парник такой создается но погреб это не должно касаться но этого не должно быть поэтому здесь будет стоять дверь поставлю за пеню расскажу как и что заходим здесь довольно прохладно и это уже уровень правильный прохладно и темнота лампочка вот посветлее стало ну и вот там вот те две вот это вот вытяжка которую разговор разговаривались правая у нас выходит вверх левая заходит сюда холодный воздух с улиц кстати звук оттуда идет тоже с улиц здесь реально прохладнее чем за дверью дверь специально глухую сделал так все это выглядит сейчас делать и откос и обрезать лишнюю пену ну в общем решение для гаража вот такое всем рекомендую делайте вот я буквально вышел в другое помещение здесь температура уже на порядок выше градуса на 2 . с утра 9 часов утра вот он солнце в гараж прямо дверь падает вот эта дверь ворота очень горячая здесь очень горячо в гараже спускаемся вниз уберу с собой краску буду красить еще что про сейчас покажу эти откоса я их цементом уже прошелся она уже высохла хорошо все стоит вот здесь вот уже чуть замазал такая дверь заходим вовнутрь здесь у меня цвет ой ну здесь прохладненько друзья тут все работает тут прохладненько и держится температура чтобы вы понимали раньше ну темно сейчас лампа там такая разгорится чтобы вы понимали раньше здесь было может быть на 2 градуса меньше чем самом гараже сами понимаете душно гараж нагревается очень значительно и ворота нагревается в гараже в самом духота эти все щели проветривания ну не работает так как надо друзья вот поставил такой термометр значит он уже стоит где-то там минут 20 показывает 22 градуса чтобы вы понимали на улице сейчас градусов 35 у нас это крым это жарко это июнь месяц сейчас его поставлю на улицу покажу разницу и смотрим здесь температура 27 25 это при условии что дверь открыта когда дверь закрыта здесь заражаем на все 35 градусов потому что солнце во первую половину дня светит ну соответственно вы же видите куда ну и при условии что сейчас как бы 9 часов 20 минут утра ну а так погребе свой 21 градус он стабильный он постоянный конечно хотелось бы 16 там где-то примерно а то и лучше 10 11 12 не получается там 21 но тем не менее тоже хороший показатель но еще раз это летом именно июнь вот сейчас 25 27 июня суббота 2020 год все всем спасибо всем пока до новых видео до новых встреч задавайте вопросы в комментариях пишите по поводу выдержки что и как можно доделать доработать приму любые полезные комментарии постараюсь реализовать комментируйте задавайте вопросы отвечу всем пока